Дорогие коллеги, студенты и коллеги! Я сегодня с доброй вестью к вам. Вчера совершенно неожиданно я получила перевод на сумму небольшую, 500 рублей, но она очень весома, потому что от чистого сердца, от человека по имени Константин Веронидович, в благодарность за наши видео уроки. Ему не нужен был урок от меня в скайпе, он просто внес свою лепту в наше с вами бытие, в наше здоровье, в нашу жизнь, в нашу любовь. И я подумала о том, что лучше всего мы сделаем следующим образом. Вам, Вероника, по отчеству, как тебе, Алексеевна? Алексеевна, вам, значит, здесь больше килограмма бананов, это вам. Будете кушать. Там еще один килограмм для нашей маленькой Дианки. Александр Валерьевич, а вам 100 рублей, вам деньгами. Деньги 100 рублей, деньгами друзей. А вам на бензин, так что держите. Держите. Мы, так сказать, по-братски. Бананы сейчас не дешевые. Бананы вообще дорогие. Очень дорогие. Я дешевым хотел купить. Это не полдел. Дай банан быстро. Не, не, не. Да, один банан. Я купил все-таки. Купили? Ну, хорошо. По крайней мере... Моем сердце было очень сильно ранено. Александр Валерьевич, я уверена, что вам огромное спасибо. Огромное спасибо, Константин. Это просто было приятно, потому что такое бывает крайне редко. Мы, Аня Николаевна, были в свое время очень благодарны, благодаря которой мы еще и на конкурсы съездили. Спасибо, потому что здесь неважно, в чем это выражается. Я рада каждому доброму слову. Ну, а тут еще и все. Александр Валерьевич, вы теперь купите бананы. Да. Сами. Я бы купила больше. Вы знаете, почему я вам не купила? Я забрала последние два. С витрины отдали последние. Не было. Я бы, конечно, успела, может быть, в другой магазин зайти. Но уже некогда было. Надо было бежать на урок. Ну, вот. Немножечко отступили. Продолжаем работать. В основном, в принципе. Узком. Узком нет. Широком. Потому что не надо мне два стула. Трон. Мне как будто устроили мне этот трон. Ну, давайте. Давайте сейчас попробуем. Вы что поставили, Александр Ильич? У меня есть вот. Да. Давайте мы ее в первом чтении попробуем новую песню. Веронечка. Там рэ. Ну, я просто. Рэ второй октавы в этой тональности? Ну, давай попробуем петь. Начнем. Ну, не переживай. Возьмешь ее пока головой. Не переживай. А там дальше будет видно. Там, кстати, слова неправильные. Я его смотрел. Ну, кто-то, кто снял, выложил в интернет слова. Ну, вот там было в припеве. Ну, я гварцители смотрела. Ну, какие там слова? В припеве. Люби, ревны, тоскуй. Да, в этом месте. Ага. А там где-то было... И еще второй куплет. А у вас так, да, задача? Правильно? Я тоже правильно. И падение было легко и красиво. И падение было легко и красиво, словно виделось ей что-то на макроу. Все правильно? Просто снимали, значит, их падение было легко и красиво, словно виделось им что-то в дальнем украине. Ну, то есть, с парнем, с ней. Ну, понятно. То есть, сделали вот так. В «Любви земной тоской» написали, в «Любви земной тоской». Но там она проявляет, на самом деле, очень непонятно. Я сам тоже сначала не мог понять. То есть, дикционно можно было и ошибиться. Поэтому, говорю, всегда нужно проверять. Всегда нужно проверять. Не, я просто сначала текст нашла и ее слышала. Ну, давайте попробуем. Ты мелодию поучила. Да? Первый раз, первый класс. Новая песня. Давайте. Тональность. Эта же, да? Давайте пока в этой, в этой же тональность, а потом будем решать. Сразу погоду будем менять. Я прошу вас, не надо, не надо оваться. Я прошу вас, не надо оваться. Я прошу вас, не надо оваться. Это и скучно, Ни страховки, ни страха в лукавых глазах. И прощалась она поцелуем воздушным, И кричала толпа от восторга внуть слеза. Воздушный поцелуй, как маленькое солнце, Но все, увы, уйдут в колонии Карангул. Любили мне тоской, но музыка приврется, И все, что остается, воздушный поцелуй. Ну, давайте остановимся. Ну, во-первых, молодец, получила мелодию. По мелодии пока никаких вопросов. У вас есть что-то, Александр Ильич? Что-то вы заметили? Как-то отвлеклась со звонком, кстати. Кого не коронуй вот там. Ну, там что-то такое. Давайте так. Во-первых, сейчас будем все выделять, Но я думаю, что для первого чтения неплохо все-таки. Первый раз, молодец. Мне очень понравилось, как ты смело играла регистрами. Но все равно там что-нибудь подкосячил. Но все равно смело. Это было смело. Это было смело. И это было как раз интуитивно. То есть ты шла, шла, шла и меняла их. Голова, грудь, голова, грудь. Но ты понимаешь, Вероничка, диапазон-то широкий в песне. Ага. И если мы опустим вниз, там внизу тебе уже только-только. Там соль уже. Ты только-только ее цепляешь. Мы будем просто работать скорее в этой тональности, я думаю. Вот. Даже если не на полтона поднять, наоборот. Чтобы тебе было легче петь наверху. Как вы думаете? Давайте. Давайте попробуем сейчас. Давайте попробуем сейчас. На полтона поднимем сейчас. А там ты... Можешь сразу с припевом. Давайте попробуем сразу с припевом. Не бойся, опирай хорошо, тебе будет сейчас легче петь наверху. Воздушный поцелуй. На, то есть ты начинаешь с грудного регистра. Поем. Воздушный поцелуй. Как маленькое солнце. Но все увы и уйдут, кого не карангут. Давайте остановимся так. С первой фразы. Воздушный поцелуй. Прямо по нотам разбираем, где грудь, где голова, где что. Мелодию сыграйте, Александр Ильич. Мелодию сыграйте. Мелодия сыграйте. Вот, посмотри. Вот перед тобой ноты. До. Что? А, до. То есть мы сейчас в транспорте играем. Значит, на эту ноточку уже уйдешь. Мелодия сыграйте. Мелодия сыграйте. Мелодия сыграйте. Мелодия сыграйте. Мелодия сыграйте. Воздушный поцелуй. А там почему у тебя один регистр? Да, я кикса. Почему? Ну, не знаю. Потому что не опёрла звук. Вот и всё. Ещё раз. Воздушный. Воздушный. Воздушный поцелуй. Беги. Воздушный поцелуй. Ну, мы только начали работать. Это как раз то, что на сцене речит по редукции звуков. Всё хорошо. С Александром Валерьевичем пойдём. Вероника, если ты сидишь на звуке, он не может быть в динамике, он так и будет тормозной. Да. Понимаешь? Очень. Карандаш. Карандаш тебе дай? Да ладно. Ну что ладно, я тебе дам. Вот он рядом у меня. Я тебе дам карандаш. С возвратом. Хорошо. Да видишь какой карандашик. Ну давайте. В темпе, в темпе. Со стремлением вперёд. Можно и задать. Воздушный поцелуй, как маленькое солнце. Но все, увы, уйдут, кого не коронуешь. Люби ревну тоску. Но музыка прервётся. И всё, что остаётся. Воздушный поцелуй. Тебе надо подготовиться. Я думаю, взорвалась. Но всё равно. Вероника, неплохо. Вероника, неплохо. Давайте вернёмся в родную тональность. То же самое. Попробуем в родную тональность. Воздушный поцелуй. Давай. Воздушный поцелуй. Воздушный поцелуй. Тебе надо подготовиться. Ты не готова. Еще разочек. Готовься. Воздушный поцелуй. Воздуу. У тебя две диагнозы. Воздушный поцелуй. Так они в одной позиции у тебя. Солнышко, держи. Воздушный поцелуй. Еще разочек. Спасибо. Воздушный поцелуй, как маленькое солнце. Но все, увы, уйдут, Кому не коронуй. Люби ревной тостой, Но музыка прервётся, И всё, что остаётся Воздушный поцелуй. Тебе самой как? Получше, почему? Потому что она всё-таки не академическая вещь. Там мы ушли на полтона, Тебе там миксовать негде. Здесь ты можешь миксовать, а там негде уже. Там уже конкретно головной религии. Всё-таки остаёмся в этой тональности, По крайней мере определились в тональности. Давай вернёмся сейчас к запеву, Потому что там совсем провалила, Вот эта у тебя там соль малой октавы. Ещё разочек, давайте с самого начала. Я прошу вас, я прошу вас, я прошу вас... Я прошу вас не надо... Много, Вероника, много. Я прошу, я прошу, я прошу... Поем. Три, два. Я прошу вас не надо, не надо в акции. Да, Манеж, Манеж. Спасибо, Светлана Речи. То же самое, да? Да дело не в этом. Ты рано начинаешь петь. И потом, смотри, та наша выручалочка, которая всегда выручала тебя на первом, на втором курсе, закрытый звук. Ты пойми, солнышко, ты не можешь все время пользоваться этим приемом. А, да, я сейчас подумаю. Конечно. Это, конечно, выручалочка. Я прошу... А ты уходишь закрытый, ты держи эту ноту. Ты ее можешь не так долго протягивать, но ты можешь ее закрыть, но не закрытым звуком. Открытый оставь здесь. Надо. Еще раз. Или вот она вот эта вот верхняя как-то... Ну, попробуй сдвинь. Я прошу вас, не надо. Я прошу, я прошу вас, не надо. У тебя там идет... Не надо. Там идет... Ну, играй здесь этнически. Ну, попробуй, поварируй. С Александром Валерьевичем. Три, четыре. Я прошу вас, не надо. Не надо, не надо ваться. А, видишь, что делаешь? Закрывай ты всегда. Потому что она дурацкая. Вот, видимо, да. И закрываешь. Видимо, потому что она... Не надо. Держи на опоре ее. Получается. Она должна быть. Сейчас вот заметила. Заметила, конечно. Заметила. Хи-хи. Веронечка, да? Я прошу вас, не надо. Не надо ваться. Можешь снять ее. Можешь снять ее. Сейчас просто насильно вывалила. Можешь не протягивать ее. Но не закрытым ртом. Не надо. Пошли еще разочек. Три. Я прошу вас, не надо. Не надо ваться. Ну, прекрасно спила сейчас. На манеж прибегала. Девчонка одна. Хорошо. Под куполом цирка. На кончиков пальцев. Молодец. Цирк сдвинула. Как хорошо, чем танцевала она. И смеялась она. Да, девчонка была над планетой скучной. Ни в страховке, ни в страхах, лукавых глазах. Ты можешь делать эти плинтуса где-то в другом месте, но нет. Глава, не умирай вот это все. Это манера. Я так не делала. Да не делала ты так. Я не против. Говорит, стоит, Тамара прекрасно поет эту песню. И я не против, в принципе, этих плинтусов. Но это определенная манера человека, который спел уже эту песню. Есть некий эталон, мы ее слышим. Она исполняет ее очень хорошо. Почему Вожжикова Вероника должна так же делать? Нет, милая моя. Это сразу. Вы поняли, о чем я имею в виду? Героника Гуцетелли. Героника Гуцетелли. Нет, 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 дорогая. Где-то в другом месте, если тебе так захочется, ты можешь сделать, но не здесь. Это сразу падает на ухо, что это... Это снято получается. Это снято. Клон. Повтор. Ну-ка. Поросы. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Прямо где-то вот сконяет она. Со второй части. Со второй части. Давайте я собираюсь. Вероничка, следи. Хорошо же было с открытым звуком. Что ж ты мучаешь-то себя? Зачем? Удобная тесситура, ты уходишь в закрытый звук. Зачем? Непонятно. Это вот уже привычка. Контролируй себя. Пошли. Так. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Та девчонка была на планете исключной. Ни страховки, ни страха в лукавых глазах. И прощалась она по целуям воздушным. И кричала долба от восторга в слезах. Воздушный поцелуй, как маленькое солнце, Но все, увы, уйдут, кого не коронут. Люби, ревнуй, тоску, но музыка прервется, И все, что остается, воздушный поцелуй. Вот эта строчка, начни сразу ее, смотри, начни сразу головой. Начни, очень сложно. Секундочка, рядышком. Сложно, сложно. Темп-то приличный, темп приличный. Сложно тебе. Останься в одном регистре и добавь здесь имя. Люби, люби, тоскуй. Здесь же нега, здесь же нежность, здесь же ласка такая. Здесь не нужна тебе такая драматизм. Поэтому будет все оправдано. Еще разочек со второй же части. Откуда сейчас лето? Откуда сейчас пели? Да, девчонка плыла над планетой, вскручла. Ни страховки, ни страха в лукавых глазах. Да, да, да. И прощалась она поцелуем воздушным. И кричала толпа от восторга с лица. И жив! Воздух, ты поцелуй! Простите. Что, 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 что? Ну, что, что, что? Воздух! Одна позиция! А мне сразу туда, если вот... Ты понимаешь, что если тебе хочется, прям... Воздух! Прям, вот, я не знаю, возьми, не знаю, поковыряй что-нибудь себе. Что это одна позиция. Одна. Можно по припеву сразу? Да. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Тоже, так же... Вот и здесь тоже. И тоже. А я на Д, да? Да. Спой, пожалуйста. Поэта, на У. Спой прямо на У. Два, три. Точно так же, одна, два, поем, то же самое, это же место, без меня, поем. Все правильно было, там тон, напиши себе, выберите мелодию здесь, в этом месте, тон там или полтона там, за вторым разом, потому что тоже опасно, заучить и все, а, есть же, да, послушать, все, секундочку. Давайте медленно, Александр Валерьевич, будьте добры, давайте это место еще раз, Веронечка, это важно, поем. Дальше, Б, молодец, вот, 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 И еще. Да. Не достала. Ты плюхаешь, ты там рядышком. Со словами. Медленно и со словами. Воздушный поцелуй, Как маленькое солнце. Но все, увы, уйдут. Кого не... А, нет. Кого не корону. Ларина. Да. Так. Еще разочек весь припев. Поним? Со словами. В темпе. Ой. Вообще, вообще, побежала. Побежала и все. Не думай, не напугайся. Воздушный поцелуй, Как маленькое солнце. Полтона не поешь. Как ма... Нет, полтона. Ты поешь как ма, как ма... У тебя там будет полтончика. Поставь себе... Да это я знаю. А почему поем? Не знаю. Два раза одну и ту же ноточку. Два, ладно. Почему поешь? Одинам. Поем? Поем, 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 поем. Поцелуй, как маленькое солнце. Но все, увы, уйдут. Кого не корону. Поцелуй, любви, ревдуй, тоскуй. Но музыка прервется. И все, что остается. Воздушный поцелуй. Какие ноты и все, что остается? И все, что остается... Там как мелодия идет. И все, что остается. И все, что остается... А почему ты поешь здесь на голове? Когда это все... Не знаю, неудобно над груди. Неудобно? Ну и так. И все, что остается... Это все грудь? Еще разочек. Но это никак. А как? Все, что остается... Что-то. Вроде так. Как-то вот так. А, или... И все, что остается... Еще разочек. Вторая часть. За вторую часть. Идем? Люби, ревнуй... Нет. Люби, ревнуй, тоску. Но музыка прервется. И все, что остается... Воздушный поцелуй. Ну, сейчас смекстануло-то. Но все равно поплотнее. Сядь надо. Люби, ревнуй, тоску. Антон тоже. Тоже тон. Все сложно. Ничего сложного нет. Ты первый раз поешь, Вероника. Где полтона, где тон надо просто пометить и все. Тебе всегда помогает присядка. Ну и присаживайся на этот тон. Чтобы ты... Ну, пока. Шаг тоже маленький, но это не полтона. Он достаточно широкий, если так разобраться. Но всегда с большой секундой у нас проблемы. Причем не у тебя, а у одной и у всех. У всех. Малую секунду легче спеть. Большую секунду сложнее спеть. Сложно наверх. Да? Очень сложно. Очень сложно. Мы как-то полутонова лучше ощущаем. Что у нас? Вроде бы поступенное движение. Вверх, вниз. Поступенное движение. Мы затрудняемся. Еще разочек. Откуда же? Откуда же? Да, вторая часть. Люби рев... Люби ревной тоской, но музыка прервется, и все, что остается, в воздушный поцелуй. Знаете, о чем я сейчас думаю? Отчего? Она невероятно сложна. Просто невероятно сложна. Ну там в переходной зоне у нее все надо. Все, да. Ты как вагон разгрузишь, пока споешь ее. Могу себе займить. Песня-то замечательная. Вот так и что? Обрастить я ее потом. Понял? С самого начала. Я прошу вас, не надо, не надо оваться. Да, девчонка была над планетой. Да, девчонка была над планетой. Воздушный поцелуй Как маленькое солнце Но все, увы, уйдут Кого не коронут Любили вдоль тоской Но музыка прервется И все, что остается Воздушный поцелуй Да, ну, мы же круглые, да? Вернемся сейчас Что за куцые фразы?